здравствуйте дорогие товарищи как я рад что мы снова с вами вместе я благодарю вас за то что вы материально поддерживаете канал за то что пишите комментарии и впервые за больше чем за два года я говорю за то что ставите лайки в том что я понятия не имел и не имею какое значение оказывается придается в интернете лайком и я с большим недоумением все время когда смотрю чьи-то ролики в ютюбе через одного просто авторы говорят ставьте лайки ставьте лайки ставьте лайки что такое какие лайки зачем что лайки лайки но я я же такой как все абсолютно я совершенно не отдельный человек я я существо из массы поэтому я тоже ставьте лайки не знаю зачем это не знаю что это такое меня тут кстати в комментариях упрекнули один раз что я не знаю этики ютюба оказывается есть какая-то этика ютюба то есть люди совсем рехнулись они построили себе какие-то умозрительные конструкции и в этих конструкциях существуют в конструкциях которые не имеют отношения никакого к реальной жизни и живут в этих каких-то стар своих постройках которых никто не видит этика ютюба этому комментатору я могу сказать длинную фразу но не скажу потому что у меня есть своя собственная этика свои законы этические которым я следую поэтому я публично не буду выражать то что я хотел бы сказать этому парню при встрече обязательно скажу длин длинно и цветисто насчет этики ютюба но собственно это вступительное слово я закончил а теперь я перехожу к тому что я читаю постоянно в комментариях а читаю я бесконечные какие-то рассуждения о том что такое поп-музыка что такое рок-музыка как они отличаются это поп это 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 попса это поп а это рок и мы слушаем рок и я обращаю внимание что очень часто люди которые слушают такой black sabato образный рок и дипопло образный они при этом говорят что нет но есть попса есть поп-музыка хорошие например оба и оказывается что вот этот вот эта квинтэссенция попсы под название оба она очень близка к black sabato образной музыки по вкусам тех кто любит вот это вот вот эту штуку да и или получается что и black sabato и дипопло это тоже поп-музыка но для меня это давным-давно не секрет и так это все поп-музыка и я вырос на поп-музыке с удовольствием ее слушаю и буду слушать и я люблю ее не только поп-музыка я слушаю много разных слушаю но поп-музыка то есть beatles running stones the hole the zeppelin the purple judas priest это все такая хорошая качественная поп-музыка очень я ее с большим удовольствием много лет уже потребляю и ничего страшного в этом не вижу ну вот и я пришел к тому что хотел сегодня вам показать пластинка поп-музыки брайан иной джон кейл 1990 год wrong way up называется альбом очень хорошая поп-музыка которую вот так вот я переверну вот так вот правильно да вот она вот она замечательный альбом вот набор поп-песен которые сочинили и записали два титана два просто краеугольных камня авангардного прогрессивного рока настоящие ну какие хочу сказать исследователи какие исследователи настоящие творцы художники которые идут вперед для которых не существует не существовал и не существует никаких правил а мы знаем что самое главное правило искусства и единственное правило искусства это отсутствие каких-то него правил для художника да и вот брайан иной джон кейл как раз такими людьми и являются за что я их безумно люблю они записали огромное количество музыки в девяностом году сошлись что странно потому что джоном кейлом сойтись это надо умудриться это человек очень жесткий очень не тоже бы скандальной но закрытые и такое весь в себе и дружить с ним я не знаю наверное кто-то сейчас дружит он наверно с годами смягчился стал более коммуникабелен я с ним общался один раз всего я не могу сказать у меня хватило я с большим интересом и удовольствием с ним разговаривал с помощью переводчика поэтому все понял что он говорил говорил интересно говорил что главным мотиватором его творчества является гнев направленный во все стороны во все стороны и на каждого человека в отдельности и на все человечество вместе вот поэтому ну каким-то образом брайан и нас с ним сошелся хотя очевидцы пишут что запись происходила достаточно сложно они не то чтобы ругались они друг друга скорее ненавидели ну что свойственно джона кейл но при этом получилось удивительно светлая сверкающая вы даже сказал лирическое интересное и простая для восприятия музыка хотя сыграна она и придумана столь затейливо что слушать и одно удовольствие на простых гармониях на очень простых гармониях там буквально там на двух-трех аккордах такие слои как как любят брайан и на наворачивать и перкуссии живой и перкуссии электронной и звуков разнообразных и скрипки там и и гитары и синтезаторы и клавиши другие и виола на которые играет джон кейл и живые скрипки да я уже сказал и вокал брайан и на тут здесь спел так как не пел нигде и никогда и удивительно что оказывается он так так изумительно искусно и профессионально поет хотя многоголосье здесь конечно сделано искусственно не везде не везде и не все но локальные гармонии конечно механизированы здесь кое-где что придает цельность этому альбому потому что он весь электронный абсолютно несмотря на то что есть живая гитара да есть бас есть живые барабаны живая перкуссия виола та самая скрипки но фактура вся все равно электронная преобладает все-таки звучание такое синтетическое достаточно но при этом слушается очень живо прозрачно и естественно и никакого напряжения нет то есть 22 мощнейших деятеля авангарда записали прекрасный поп-альбом в хорошем смысле этого слова который от начала до конца проб ну как-то как-то вот как облако на которое ложишься и летишь на этом облаке но она все бы она все живое она все в темпе в движении здесь никакого эмбиента нет никаких пространных таких медитативных историй это короткие песни очень темповые очень ритмичные и интересные музыкальные интересные мелодически ну собственно говоря брайан и записывал и до этого несколько альбомов сольных с песнями с хорошими джон кейл поназаписывал вообще невероятное количество музыки очень много альбомов в разных стилях от симфонического я не говорю про developed underground конечно но и после developed underground который являлся очень коротким временным промежутком в творчестве джона кейла основное его творчество это не было от underground это сольные работы и там и симфонический авангард как я сказал да и тяжелый рок и электронная музыка и поп-песни и чего там только нет определить его любимый стиль невозможно потому что он он творит как просто как птица которая летит и куда она полетит мы не знаем она знает а мы никогда не можем предугадать ее полет если это не попугай в клетке или не ручной голове цирковой вы налов первая песня брайан и на вокал клавишные ритм-бэт индийский барабан аранжировка джон кейл пульсирующая фортепиано орган бас дэрил джонсон бас роберт ахвар ахвал ахвал ритм-гитара кстати ритм-гитара на этом альбоме потрясающе просто я отдельно уделю внимание этому делу рональд джонс с нейр филс кач пол скрипки и здесь не одна скрипка несколько и сразу с этой песни сразу коротенькая фраза на скрипках повторяющиеся постоянно как мы любим в в этой самой авангардной музыки да и замечательный вокал браина и на гармонизированный с помощью гармонайзера кое-где подпета еще в живую в гармонии и очень красиво прям все песни запоминаются здесь нет ни одной ни одной мелодии которая улетает просто мимо просто мимо ушей и вот я вчера вечером ходил и думаю какая же песня наиболее такая крючковая наиболее запоминающиеся они все просто вот любую возьми и сразу начинаешь их повторять one word следующий номер такой же бодрый прям чуть-чуть темп чуть-чуть изменился но ощущение такое что это продолжение первой песни по темпу по ритмическому рисунку конечно с изменениями ну просто вот так сел и и поехал на этом облаке да как мы говорили летим в районе на ритм бэд тритмэнс гитара тритмэнс гитара джон кейл скарлатти фортепиано тимпани fireground орган бас ритм гитара басовый барабан сны и драм слова вокал 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 это брайан и на и джон кейл они поют здесь вместе первую песню поет брайан и на в основном своим гармонизированным вокалом а вот in the back room третья вещь джона кейла это уже такая красивая удивительная лирическая медленная песня я не знаю она не для танцев конечно она для кайфа просто сидишь какая красота какой там к черту и рая хип какие к черту там все эти вот тяжелые истории вот музыка настоящая музыка прекрасная и настолько прописанная настолько много звуков там интересных и и интересно слушать вот это красочное полотно там столько всего и на этом фоне замечательная мелодия вокальная джона кейла empty frame маршообразная история а вот кордоба песня джона кейла очень лаконичная джон кейл соответственно вокал клавиши виола струнные брайан и на ритм бэт грамм гармонизированный вокал и все больше нет ничего и такая она просто проникновенная этот мощный мощный по тембру с таким каким-то животным тембром голос джона кейла и и она и это потрясающая вещь просто я не могу даже про нее сказать ничего другого то есть она она так проникает внутрь послушайте кордоба последняя песня на первой стороне это это бог но еще более у вас ты не новой первое на второй стороне вот здесь абсолютно невероятная ритм гитара очень хорошая опять я очень хороший и это хорошая это хорошая и это хорошие все хорошие но спине новой она она ложится на ухо сразу просто и на этой ритм гитаре клейма негде ставить насколько качественно она сыграна к разговору о том кто лучший гитарист лучший гитарист худший гитарист blackwood джимми пейдж да вот вам прекрасный гитарист который играет ритм так что мама дорогая как это хорошо как это хорошо как это точно как это на месте все все здорово спине новый footsteps следующий номер джона кейла еще один с около восточной музыкальной фразой и одна из самых запоминающихся песен вторая после спине новой я говорю про кордоба но она просто очень хорошая на гениальное произведение а что касается крючков мелодических которые садятся на ухо вот спине новый номер один footsteps номер два это просто песня но до конца дней своих вот и услышал и до конца дней своих больше вспоминать иногда забыл вроде забыл вроде там прошло два года раз и снова она всплывает в памяти почему это все остальные песни тоже хори край манды десерт неожиданные как какие-то такие хонки-тонк дела на клавишах появились the river последняя вещь психоделическое кантри вдруг электрическое психоделическое кантри по гармонии по мелодии все очень интересно в общем wrong way up я очень всем советую джон кейл браин и на не подведут никогда и никого и не подводили и не подведут поэтому вперед я пошел пить пока